Вчера я не выложил видео, потому что у меня был день рождения, поэтому сегодня их будет два. Первое ты видишь прямо сейчас, а второе будет немножко позже вечером. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейши Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу поделиться с тобой доказательством, что криптовалютный рынок всё ещё может удивить тебя, и не когда-нибудь, а уже в январе этого, 2022 года. Средства массовой информации, которые сейчас транслируют только лишь страх и сомнения, особенно часто используя для этого новый вариант Omicron, никогда не покажут тебе то, что покажу я на этом канале. Поэтому, если ты здесь впервые, почему бы не подписаться на этот канал и не поставить лайк? Так ты поможешь достичь моей невероятной мечты получить золотую кнопку. Большое спасибо! Давай сразу же начнём, не теряя ни твоего, ни моего времени. Поведение биткоин-майнеров является важнейшим индикатором, используя который ты можешь предугадать, что будет с главной криптовалютой. Не только потому, что майнеры обеспечивают стабильность и защищённость сети биткоина, но также часто могут на него влиять, особенно если это крупные майнеры. На данный момент мы видим чётко, что биткоин-майнеры не продают свои добытые монеты. Непотраченное предложение биткоинов сейчас находится практически у своих исторических вершин. До исторического пика не хватает всего лишь 500 монет. Это значит, что монеты, которые майнеры получают в качестве вознаграждения, не продаются. С марта 2020 года, как ты видишь, майнеры начали больше держать, чем продавать. Интересная дата, ведь именно в марте 2020-го случился ковидный крах биткоина. Как ты помнишь, и рынки находились в панике, в том числе и биткоин. Выходит, что сегодня, во времена падения рынков из-за нового варианта вируса, майнеры тоже предпочитают держать больше, чем продавать. Это очень мощный сигнал. На диаграмме мы видим серый график, это цена биткоина, оранжевые столбцы – это непотраченные монеты, которые добываются майнерами. Как мы видим, в марте 2020-го, когда на рынке был хаос и ужас из-за первых коронавирусных локдаунов, биткоин-майнеры начали продавать меньше, а держать больше. Как будто они знали, куда будет двигаться рынок. Интересно, что уже в конце 2020-го, в начале 2021-го, майнеры начали продавать биткоины активно. Они начали больше продавать, чем держать, и это привело к вот этому спаду. Спустя два месяца после этого, биткоин достиг своих исторических пиков в 65 тысяч долларов и перешел в большую коррекцию. Именно на этом падении майнеры вновь начали держать больше, чем продавать. И сейчас нереализованное предложение майнерских монет достигает исторического пика. Осталось всего лишь полтысячи монет до нового рекорда. В прошлый раз, спустя несколько месяцев после этого, случился большой взрыв цены биткоина. Вот здесь, когда мы достигли нового исторического пика. Это очень хороший индикатор, которым ты можешь пользоваться на Glassnode, чтобы определять среднесрочные перспективы биткоина. Итак, это первое доказательство. Второе, еще более интересное, носит название Bitcoin NVT Signal. Эта метрика показывает нам недо- или переоцененность биткоина. Я хочу отметить, что недооцененность рынка он показывает крайне редко. Так, за последние четыре года, с 2017 по 2021, таких сигналов, как сегодня, было всего лишь три. И третий происходит прямо сейчас. Кстати говоря, эта метрика тесно связана с активностью сети биткоина, в том числе и с активностью майнеров. В последний раз такой сигнал был в мае-июне этого года, когда биткоин упал до 28 тысяч долларов. Люди испуганно кричали, что это конец для биткоина. А анчейн метрика говорила, что сеть биткоина супер недооценена. Еще один похожий сигнал был в марте 2020. Абсолютно та же ситуация. Хочу также подчеркнуть, что когда эта метрика подходит к верхней границе этого розового канала, это означает, что цена биткоина готовится к коррекции и уже пора фиксировать свои прибыли. Но сейчас мы находимся значительно ниже границы этого канала. Обычно это было хорошим временем для покупки. Опять же, не гарантия, но это было исторически. Что же такое биткоин NVT сигнал? Это индикатор, который отображает соотношение ценности сети биткоина к объему внутрисетевой активности. На основе того, как сильно расходятся показатели ценности и активности сети биткоина, эта метрика дает нам понимание того, насколько рынок недо- или переоценен. И напоминаю, что таких сигналов недооцененности, как сегодня, было всего лишь 3 за последние 4 года. Но если анчейн-метрика такая позитивная и дает нам множественные сигналы на то, что как минимум уже в январе 2022 мы можем ожидать сумасшествия на рынке криптовалюты, почему же мы до сих пор стагнируем? Почему биткоин находится в падении с 65 до 45 тысяч долларов до сих пор? Биткоин продолжает стагнировать по единственной причине – из-за неопределенности не просто на криптовалютном, а вообще на всех глобальных рынках. Очень много страхов сейчас, в том числе из-за нового варианта Omicron, который пока что неизвестно как повлияет на мировую экономику. Рынки не любят неопределенность, а инвесторы любят продавать, когда не уверены в будущем. Посмотри на эти графики – золото, биткоин, S&P 500 – все они в этом месяце падают одновременно и в унисон. Поэтому дело не только лишь в биткоине. Меня зовут Богатейщи Ди. Если видео было тебе интересным, почему бы не поставить ему лайк? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно Богатей! До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok